На самом деле я расскажу не только о базах геоданных, но и вообще о доступе к данным из Argus 10.1, не суть важна, из десктопа или из серверных сервисов. Сразу вопрос к аудитории. Кто слышал про слои запросов, они же query layers? Поднимите, пожалуйста, руки. Значит, стоит рассказать об этой функциональности, которая появилась в версии 10. В версии 10 появилась возможность отображения данных из баз, если кто-то добрый взял и положил эти самые пространственные данные внутрь базы, в Oracle, в Informix, DB2, SQL Server, в пространственных типах. Сейчас уже практически все базы данных позволяют хранить данные в пространственных типах. И если, еще раз говорю, кто-то положил в них через SQL, через Argus, то уже десятка могла читать эти данные безо всякой лишней SDE, но только читать. Примерно та же ситуация остается и в версии 10.1. Но произошли некоторые изменения, о которых я как раз сейчас и скажу. Мы в версии 10.1 подключаемся к базам данных к любым SDE или не SDE из одинакового интерфейса. И это действительно становится гораздо проще и удобнее. Мы можем создавать классы пространственных объектов безо всякой SDE и с помощью той же самой геообработки даже загружать туда данные. Мы можем администрировать эти базы данных, обыкновенные с UBD, еще раз повторяю, безо всякой SDE, безо всяких лицензий SDE, через интерфейс Argus Desktop. Итак, подключение к базе. Не буду демонстрацию показывать, поскольку кроме этих двух картинок я ничего и показать не смогу. Действительно, все просто до нельзя. Первая картинка. Вы выбираете, к какой базе данных вы хотите подключиться. Соответственно, клиентское программное обеспечение, то есть самая база данных, должно стоять на компьютере. И тут, если тоже позаботилась о вас, выпустила специальный диск RDBMS Connection Files или что-то в этом духе, я не помню точное название, но так или иначе клиенты для различных баз данных. С него надо поставить будет клиента для той базы, которую вы хотите использовать, а потом уже подключаться. Соответственно, выбрали тип базы, выбрали в случае SQL сервера, например, экземпляр, в случае Oracle то же самое название службы. Выбрали тип авторизации, с помощью которой вы хотите подключаться. То ли это Windows авторизация, то ли это будет аутентификация внутри самой СОБД. Выбрали в случае, опять же, SQL или Informix, DBTube, название базы данных и подключились. И вы зашли уже в базу, еще раз повторяю, SDE или не SDE. И можете читать оттуда данные и отчасти обрабатывать их. Еще раз повторяю, пока редактирование, оно напрямую, если это данные не SDE. Но для редактирования мы можем использовать тот самый SDS, Special Data Server, про который же рассказал Александр, и про который я завтра расскажу, и редактировать данные через фичи сервис, через сервис объектов и из десктопа в том числе. В версии 10.1 появляется достаточно большое количество новых инструментов по администрированию баз геоданных и баз данных. Мы можем и пользователей создавать, и роли создавать, и права доступа назначать через Toolbox, ну и обновлять индексы, обновлять статистику данных. И, в общем-то, даже и создание корпоративной базы геоданных, оно тоже осуществляется через десктоп, и это я сейчас покажу. Обновляя базу данных, ну точнее не обновляя, а преобразовывая базу данных в базу геоданных, мы получаем достаточно большое количество преимуществ. Это и улучшение администрирования, то есть мы там можем уже с версиями работать и отключать пользователей именно через БГД подключение. Мы можем отслеживать изменения, кто и когда внес изменения. Мы можем и переименовывать поля, наконец-то это стало возможным, именно в базе геоданных, поскольку редактирование базы данных это ограничено у нас, то именно все редактирование из десктопа осуществляется через базу геоданных. Ну и, естественно, повышается качество работы и скорость работы. Постинсталляция, которая, в общем-то, теперь даже и не постинсталляция ARC-SDE, если кто-то знаком с этой замечательной вещью, осуществляется теперь через десктоп. По сути, действительно, это даже и не постинсталляция, поскольку SD мы сейчас вообще не обязаны ставить на сервер. Сейчас просто создаются с помощью инструмента создать корпоративную базу геоданных, служебные таблицы и процедуры внутри базы данных. Еще раз повторяю, делается через инструмент Toolbox из десктопа, и мы указываем, опять же, в какой базе мы хотим создать, то есть SQL, Oracle, Informix. Обозначаем параметры подключения к этой самой базе, и у нас создание таблиц происходит внутри, точнее, из инструментария десктопа. Если база данных уже создана, и там, возможно, даже хранятся какие-то пространственные данные, то мы можем, ну, по-английски звучит красиво, enable, а по-русски перевели, как включить корпоративную базу данных. Но вот можем включить эту самую возможность работать с корпоративной базой геоданных на основе уже созданной базы данных. Как только включили, сразу получили версии, сразу получили многопользовательское правильное редактирование, отслеживание изменений и так далее. Итак, более удобная работа с версиями. Уже вчера Александр показывал на пленарном. Мы получаем и список всех сей, если правой кнопочкой нажмем на Connecting к базе, и дерево всех версий, и можем даже из этого дерева поменять права на каждую конкретную версию. А если мы еще и владелец этой версии, либо служебный пользователь SDE, то можем и прибить любую ненужную версию. В версии 10.1 наконец-то появляется инструмент синхронизации всех версий, которые только есть, одним кликом. Ну, на самом деле, не обязательно синхронизировать сразу все. Можно выбрать только нужные версии для синхронизации, и поток изменений протечет и снизу вверх, и сверху вниз, и, в общем-то, все версии после этого будут синхронизированы. Вам остается только нормально продумать этот процесс, чтобы у вас в процессе синхронизации версии не возникало конфликтов, и тогда это действительно пройдет за один клик мышкой. Если конфликты возникают, естественно, приходится их решать руками. Подключение, блокировки. Это, наверное, беда всех администраторов баз данных и баз геоданных корпоративных. Наверняка уже 150 раз встречались ситуации, когда данные используются либо в фаркмэпе где-то, либо кто-то в каталоге открыл, либо их аргис сервер использует, и вы не можете ничего с ними сделать, ни привилегий какие-нибудь отнять, ни изменить структуру данных, то есть удалить поле, добавить поле. Очень неудобно. А чтобы посмотреть вообще, кто же ее держит, надо либо в голове держать всю структуру работы, либо влезать в инструментарий самой СУБД, либо влезать в инструментарий СДЕ. Действительно, очень неудобно. И в версии 10.1 появляется уже оконный интерфейс работы и с пользователями, и с блокировками. Мы можем посмотреть, какие пользователи подключены, и опять же, выключить ненужных, и посмотреть, кто из них блокирует так нужные нам сейчас для изменения данные. Уже много раз было сказано и на предыдущей части в редактировании, и вчера Александром, что да, мы можем отслеживать изменения. Александр так скромно говорил, а вот записывается информация, кто последний поменял. Но, тем не менее, уже давным-давно, еще в версии, по-моему, даже 9.3, появилась возможность так называемой архивации данных. По-английски она звучит enable archiving, по-русски архивация данных. И эта опция позволяла добавить к объекту так называемую историческую таблицу. И в эту табличку раньше записывалась информация, что было с этим объектом давным-давно, с самого начала его загрузки в базу. Но вот кто чего сделал, это начало записываться в таблице базы, только лишь в версии 10.1. И теперь, включая эти обе возможности, мы таким образом включаем возможность полного контроля за историей изменений любого объекта. И вот это я все-таки покажу, как оно вживую выглядит. Значит, вот мой класс объектов, то, что сейчас с ним. Мои любимые земельные участки из Orgis Tutorial. Вот объектик, который появился недавно, я его нарисовал сам под логином логин 1. Вот тут было что-то когда-то, но уже давным-давно нет. И через панель работы с историей, где у нас тут? Вершининг. Переобразовать участки, построение. Потерялся. А, вот GeoDatabase History. Вот через кнопочку «Добавить архив» мы добавляем архив. Он у меня уже был добавлен. Давайте мы его вниз переставим, чтобы не мешал. Вот как раз появился квадратик из архива. На самом деле, под каждым квадратиком текущего земельного участка лежит и архивная информация. Включим опять. Возьмем инструмент идентификации и посмотрим, что же было вот с этим уже не существующим земельным участком. Видно? Не видно? Совсем, по-моему, не видно. Суть в том, что тут есть четыре состояния нашего земельного участка. Первое состояние. Сознание непонятно когда, непонятно где. кто редактировал, тоже непонятно. И существовал в базе с 17.05.12 года по 21.05.12 года, когда кто-то начал что-то с ним делать. Второе состояние того же самого земельного участка. Уже с 21.05. с 9 часов до обеда ой, извиняюсь, ой, извиняюсь, с 13.37 до 13.38 он был в таком состоянии и редактировал его юзер 2. Следующее состояние. 13.38-13.40. Опять юзер 2 что-то сделал. Если мы сравним здесь и здесь, то вот видно атрибут рез, то есть принадлежность участка по землепользованию менялась. И вот наконец-то последнее состояние. Юзер 1 его взял и удалил уже. И сейчас его нет. То же самое касается и любого другого участка. Вот этот, например, я его нарисовал. Причем нарисовал я его 21.05 в 9.49 утра. Вот примерно так. И так теперь наконец-то можно отслеживать полную историю изменения объектов. Это хранится в базе геоданных. Создается еще раз. Когда мы включаем архивинг, мы добавляем наши данные дополнительной исторической табличкой. Отслеживание и редактирование добавляет еще и дополнительные поля, если их нет, и записывает в эти поля информацию, кто и когда поправил наш объект. Когда мы включаем что? Когда работает отслеживание и редактирование, как только мы отметили эту функцию отслеживать, включается отслеживание и редактирование. Мы можем ее выключить и соответственно отслеживание и редактирование выключается и перестает писаться. То же самое и с архивингом. То есть как только мы включили архивинг, создалась табличка, выключили, информация в архив не записывается, но по-моему табличка не удаляется. Хотя надо проверить. Но в принципе она не мешает сильно жить, поскольку она рядом лежит. То есть она только увеличивает объем базы, но не мешает работать, не замедляет производительность работы с этим конкретным классом. Еще раз повторяю, что наконец-то появилась возможность переименовывать поля, сортировать домены по алфавиту, то есть по типу по алфавиту. Тип поля можно ли менять? В определенных пределах может быть да, но честно говоря, из текста сделать число 100% нельзя и обратно тоже, только лишь через калькулятор. Домен, ой, все-таки запутался я, по типу не сортируем, домены наконец-то сортируем, переименовываем. Там атрибутивные домены, отображается наконец-то хозяин домена, потому что только лишь хозяин может вносить изменения в домен. Появляется так называемая прямая совместимость, которая раньше не поддерживалась и клиент 9.3 не мог приконнектиться к базе геоданных 10. А вот к 10.1 и 10 клиенты, и клиенты 10.1 могут подключаться и брать данные оттуда. И более того, не только брать, но и редактировать. Правда, если мы в 10.1 включаем вот эту возможность отслеживания и редактирования, то клиенты 10.1, к сожалению, эти данные уже не видят. На этом все. Спасибо.